Вот, сегодня мы находимся в парке, который был построен, и это был жилой комплекс, так сказать, Виконта де Буань, генерала Буань, который увековечен на памятнике слонов в Шамбери. И вот мы гуляем в его парке, это его место жительства с огромным парком, с рекой протекающей. Вот, и тут люди занимаются спортом, бегают по дорожкам, ходят, и мы с Шарлинкой сейчас идем в конюшни, которая очень удобная для лошадок, которых здесь чистят, выгуливают и тренируют, обслуживают для того, чтобы они катали деток. Да, вот там будет конюшня, и сейчас мы до нее дойдем и там тоже поснимаем. Это вот дорога к конюшням, это конюшня, тут уже начинается вот такой парк, тут переходы через реку, которая немножко углублена, спрятана. В конюшне вход запрещен, висят знаки. А вот это такие вот устройства, типа как багажные для лошадей, туда загоняется лошадь, цепляется к обычной легковой машине, которая может потянуть за собой эту телегу, и лошадь едет вот на таком прицепе, на соревнования или просто куда-то с хозяином. И вот мы приблизились к выпасу, такому большому, это площади парка, и тут есть тренировочные такие, как сказать, ну, огороженные площади, а есть вот такие выпасы большие, и сейчас дальше я вам покажу, вот тут проходят тренировки, вот тут проходят тренировки, тренируют лошадей для выезда. Шарлинка у нас очень торопится накормить лошадей хлебом. Нет, она взяла пакет хлеба, и мы идем их кормить, потому что Шарлин думает, что они, наверное, проголодались. Вот на меня только что накакала птица, мне на руку, пока я шла. А теперь я вот иду и снимаю лошадей. То есть на левую руку накакала, наверное, у меня будет большая прибыль. Посмотри. Вот мы лошадей сейчас покормим. Люди тут собрались, тоже кормят. Все знают, что тут лошади пасутся, поэтому приходят сюда кормить. Ну, давай, покорми их. Вот они, видишь, как тянут, и копытом бьет, да, ему хлеба и все требует прямо. Ну, давай, поснимай. Ну, так ты подойди туда теперь, к этому маленькому. Он сюда боится идти, видишь? Потому что тут большие, и они ему не разрешают подходить. Подойди туда, вон она стоит, к этому, к темному. Видишь, как тянутся за хлебом. Сейчас. Ой, а этот увидел, бежит уже, бежит скорей. Ну, дай ему, дай ему. Всем по чуть-чуть. У нас много нет. Мы по чуть-чуть только. Аккуратно, а пальцы не сунь. Только на руке давай. Ты боишься, да? Нет, ты же разрежь ему, разломай, потому что он у тебя все сейчас заберет. А надо же всем отдать немножко. Вот они все бегут. Ты видишь? Бегут сейчас и будут просить, а мы им не дадим, потому что нету больше. Они все бегут вон за хлебом, как будто бы за конфетами. Ты видишь, что делается? Ага, вот этот черный, темный, погонял всех лошадей и не подпускает сюда ни пони, никого. Только, чтобы ему весь хлеб отдали. Вот, ты представляешь, у них драчка тут была. Ну, это просто завал. Так же нехорошо. Вон они водичку пьют. Это, конечно, лошади такие, не сильно высокой породы. Просто для того, что для развлечения. Может быть, из цирка какие-то лошади остались. Здесь на выгул. Ну, это сельские лошади, будем говорить так. Рабочие, наверное, которые телеги тянут. Вот такие лошади, лошади. Больше просто как животные домашние. Здесь их разводят. Вот они все выстроились в очередь и ждут. Шалина их травой кормит. Рвет им траву и дает с ладоней. И они просто счастливы. Наверное, всю траву они поели у себя на пастбище. И их пока не переселили на другое место. Так вот, они ждут теперь. Вот таких вот работников. Которые приходят им траву порвать. И подкормить немножко. Ну что, поступило предложение забрать лошадь одну домой к нам. Потому что очень они нам нравятся. И мы не можем с ними расстаться. Какую, Шарлина, покажи? Какую? Белую? Которая белая с пятнышками? Нет? А какую еще? Вот этого темненького, да? Вот этого маленького и большого темного. Который отгонял всех лошадей. Вот так. Короче, двоих мы уже домой берем. А что мы будем с ними делать дома? Куда мы их привяжем? Ну, у нас же маленький огород. Где мы там их поселим? Где ты думаешь? В нашем Ларбри поселим? Да. А где? В наш большой гараже. В гараже поселим? Хорошо, поселим в гараже. Соберем. А кушать кто им будет давать? А я. Утром? Потому что они кушают два раза. Утром и вечером. Как ты будешь кушать, готовить? Собирать траву. Траву будешь собирать? А зимой? Когда нет травы. Что ты будешь им давать? А? Я буду кушать траву. Я буду кушать, я буду кушать, я буду открывать. И потом я буду давать, там будет сушить. Да? Ты будешь сушить им, готовить сено из травы, да? И потом будешь сено давать им. Понятно. Молодец. А как ты будешь их ухаживать за ними? За ними надо ухаживать? За лошадьми? Ухаживать. Суани. Суани, ну? Как ты будешь им ухаживать? А при докторе? А нет, им доктор не нужен. Но им нужно каждый день за ними ухаживать. Например, нужно расчесывать их. Щеточкой чистить. А по-русски говори, по-русски. Говори по-русски. Еще травки им дашь? Ну, давай. Их же надо расчесывать каждый день. А еще нужно им... Их нужно собирать навоз надо. Ты будешь с навоз собирать какашки? Будешь граблями собирать? А они воняют какашки. А я уже делала. А ты уже делала так, да? А они воняют. Они воняют? И ты будешь собирать. Они не воняют. А я думала, они вонят. Я не буду собирать. Вы собирать. Вы собираете в гараже и вы можете сикрать. Нет, они не будут кушать свои какашки. Их нужно убирать. Вы занимаетесь в кака? Нет. Потому что в кака есть витамины. Витамины там тоже есть в кака, конечно. Но они не могут целый день ехать есть свои кака. Они должны кушать еду. Нет, 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 нет. И фуа. Навоз. Они будут навоз. Шарлина будет их навозом кормить. И сеном. Фуа. Фуа – это сено. Вот так. Вот мы готовы, конечно, взять лошадей домой. Потому что уже у нас Шарлин все умеет делать. И травой мрвет. Конечно. И она уже на лошадях даже у нас каталась верхом на пони. И знает, как управлять, как держать этот, как он называется, короче, этот ремень. Он, чтобы управлять лошадью, он называется Ля Рен. Это вот эта узда, узда лошадиная. И она, Шарлина, у нас знает все, как делать. Она была у нас, да, в школе. У меня есть книжка. Книжка есть у нее. Две книжки. В библиотеке мы брали две книжки. И в школе она была, где учили детей, как кататься правильно, как управлять пони, как делать все. И вот она у нас уже готова взять лошадей домой. Но все-таки, я думаю, сегодня мы их брать не будем. Потому что нам нужно подготовить место. Нам нужно подготовиться, сказать дедушке с бабушкой, папе, что мы решили лошадей завести домой. Поэтому пока мы оставим их здесь. Пусть они здесь немножко поживут. Когда мы согласуем со всеми лошадей, тогда мы их заберем отсюда. А, мы еще забыли спросить разрешение у хозяина этих лошадей. Еще нужно спросить, нам отдадут их или нет. Ты знаешь же, да? Мы же их не можем так вот взять и забрать просто так. Мы должны обязательно все спросить. Но проект такой есть теперь у нас.